Здравствуйте! Давайте продолжим нашу лекцию по программным продуктам при поисках, разведке и разработке месторождения углеводородов. Бассейновое моделирование – это динамическое моделирование геологических процессов и осадочных бассейнов на протяжении геологического времени. Модель бассейна моделируется вперед, сквозь геологическое время, начиная с седиментации самого древнего слоя, пока не будет отложена вся последовательность слоев и достигнуто состояние осадочного чехла бассейна на сегодняшний день. Сразу несколько геологических процессов рассчитываются и обновляются на каждом временном шаге, наиболее важным из которых является осаждение, уплотнение, анализ теплового потока, генерация углеводородов, их вытеснение, фазовое растворение, миграция и аккумуляция. Основные элементы входных данных включают в себя Модель для настоящего времени, горизонты, фоциально-элитологические карты, поверхность разломов, присвоение времени, палеогеометрия, карты глубин, карты эрозии, карты мощностей солей, карты палеомощностей, граничные условия, карты температуры раздела воды-осадка, карты глубинного теплового потока, фации, определение различных фаций, карты ТОС, карты состава пород. Последовательность расчетов такова. Отложение, расчет давления и уплотнения, анализ теплового потока, генерация нефти, анализ флюидов, миграция углеводородов, анализ объемов углеводородов в коллекторе. По результатам проведенного 3D бассейного моделирования, прогнозируются новые перспективные и рентабельные для бурения скопления нефти. Наиболее известные и популярные программные продукты для бассейного моделирования Петра Моршлем, Бирже и Темис, Бесип Франлаб. В основу же седименационного моделирования положены геологические законы распределения фаций внутри осадочных толщ, вследствие чего оказывается возможность делать прогноз строения разрезов осадочного чехла нефтяных и газовых резервуаров. Используется геометрический алгоритм диффузной и эмпирической зависимости. Программа Мазать 2D осуществляет цифровое седименационное моделирование образования и отложения карбонатных осадков различных типов, ростах каркасных карбонатных построек. Седиментологическое моделирование направлено на реконструкцию непосредственно процессов мобилизации, переноса и накопления осадка, его эрозии, переотложения. При моделировании диагенетических процессов, например, доломатизации, рассчитываются объемы и пути поступления в воду различной минерализации, температурные режимы давления. При циклических изменениях уровня моря моделируются изменения в образовании карбонатов в различных областях. Моделирование раннего диагенеза происходит за счет расчета изменений при циклических изменениях уровня моря и толщин гидрогеологических зон. Результатами работы являются архитектура платформы, распределение фации, распределение свойств. В западной литературе этот тип моделирования называется процессным геологическим моделированием, поскольку моделируется именно протекание геологических процессов. Тектоническое моделирование направлено на восстановление и понимание этапов тектонического развития территории, движения в пространстве и распределения стрессов. Одним из методов тектонических поляреконструкций является метод сбалансированного разреза. Сбалансированный разрез – это такой логичный разрез, который удовлетворяет разумным ограничениям и непротиворечиво объясняет наблюдаемую структурную ситуацию на поверхности, в скважинах и на сейсмических профилях. Основное ограничение допущения метода – это сохранение длины и толщины слоев, в некоторых случаях площади слоев, в процессе деформации. В более сложном варианте учитывается деформация слоев за счет уплотнения от нагрузки вышележащих слоев и литологического состава слоя. Бэкстриппинг – это полеореконструкция путем последовательного снятия более молодых стратеграфических толщ и восстановления толщин ниже лежащих толщ за счет разуплотнения осадков и вычисления компенсации тектонического погружения бассейна. И в том и в другом случае мы не решаем обратную задачу. Но можно решать и прямую задачу, выполняя прямое моделирование тектонических процессов. На слайде показан пример расчета простого сдвига для заданного пакета слоев. Использован пакет Муви. А в предыдущем случае был использован пакет Динал, используемый вместе с Петромотком по Ленш-Люмберже. Гидродинамические исследования скважин – ГДИС. Это один из методов исследования коллекторов. При проведении интерпретации ГДИС мы получаем с вами оценки. Проводимости коллектора. Повреждение пласта вследствие бурения и заканчивания скважины. Среднее давление пластовое. Гидравлическую связность пласта. Расстояние до некой физической границы. Площадь зоны дренирования. Продуктивность скважины. Эти оценки мы получаем, анализируя кривые восстановления или падения давления в скважине после вызова притока или закачки воды. Другой метод – гидропрослушивание. Осуществляется изменение режима работы действующей скважины. И затем отслеживается изменение давления во времени в наблюдательных скважинах. Распространены два метода интерпретации. Прямой метод – решение методом прямой линии. И обратный метод интерпретации – решение обратной задачи – регрессия. Существует множество пакетов интерпретации ГДИС. Например, в качестве российского пакета можно привести пакет СИАМ в качестве зарубежного КАППа. Перейдем к бурению скважин. Существуют простые программные пакеты, позволяющие подобрать конструкцию скважин, исходя из планируемой траектории ствола, механических свойств пород и существующей номенклатуры труб для колонны. Например, в состав ПК-супервайзер входят модули. Контроль и управление траекторией наклонно-направленной горизонтальной скважины. Расчет обсадных колонн. Программный комплекс разработки проекта скважины. Расчет цементирования обсадных колонн. Гидродинамические расчеты. Более интересна геонавигация. Геонавигация – это управление траекторией ствола скважины в базовой связи с исследованием около скважинного пространства и воздействием на него в процессе бурения. Направление ствола скважины с помощью геостиринга постоянно оценивается и корректируется в процессе бурения. Так как точную траекторию скважины нельзя подтвердить на стадии планирования, геостиринг служит своего рода непредвиденным обстоятельством для всех неопределенностей, возможных отклонений от плана, с которыми скважина может столкнуться во время бурения. Решения по корректировке траектории основываются на анализе данных кортежа во время бурения MVD, LVD при помощи специализированного для геонавигации программного обеспечения. Наиболее эффективным решением задачи посадки скважины в пласты проводки горизонтального участка будет применение мета-корреляции синтетических и реальных фактических кривых коротежа. Существует также множество программных пакетов для геонавигации. Например, наш российский REN-Горизонт представляет полный набор инструментов для управления траекторией скважины во время бурения с целью ее оптимального размещения в целевой зоне. Или ПО-компания Геонавигация. В крупных компаниях существует специальный центр для контроля проводки дорогих горизонтальных скважин со сменной работой круглосуточно. Гидравлический разрыв пласта ГРП. Это один из методов интенсификации работы скважин. Метод ГРП состоит в том, что в продуктивном пласте на больших глубинах создается трещина, облегчающая путь в пласт в воде, закачиваемый на гнетателе скважины, или облегчающий приток нефти из пласта в эксплуатационной скважине. При закачке в скважину рабочей жидкости с высокой скоростью на ее забои создается высокое давление. Сеть создаваемых средствами давления трещин улучшает гидравлическую проводимость породы пласта и увеличивает зону дренирования скважины. Разработанные зарубежные отечественные симуляторы ГРП. Кибер-ГРП – это программный продукт для моделирования, оптимизации и контроля операций ГРП, разработанный силами научно-проектного консорциума, состав которого вошли инжиниринг-центром МФТИ, Сколковский институт науки и технологий, инструктор гидродинамики, Санкт-Петербургский политех, индустриальным партнером проекта выступил научно-технический центр «Газпромнефти». Первый отечественный симулятор ГРП именно промышленного класса, РН-Грит, был разработан в башне Пиннефти, переменяется во всех добывающих обществах и институтах Руснефти. Внутренний сервис «Ганкаруснефть» перешел на стопроцентное применение РН-Грида. Обладает модулями этот пакет, конструкции скважины, работа с коротажом, геомеханическая модель, плановая закачка, фактическая закачка, расчет дизайна трещины. Одним из наиболее важных направлений в описании залежи углеводородов и прогноза распределения у них коллекторских свойств является построение геомеханической модели. Геомеханическая модель – это модель напряженного состояния резервуара, распределения типов горных пород, соответствующими распределения механических свойств слагающих пород, а также распределения давления насыщающих пластфлюидов, поровое давление. Для обозначения геомеханической модели часто используются аббревиатуры MEM – Mechanical Earth Model. Как правило, построение геомеханической модели решает одну или нескольких задач. Это оценка стабильности ствола скважины во время бурения в процессе разработки, оценка стабильности поверхности слоя земли в процессе разработки, оценка изменения свойств и механических свойств пласта в процессе разработки совместно с гидрономической моделью функционирует, и прогноз зон повышенной нарушенности трещиноватости в объеме резервуара до и во время разработки, также оценка величины порово-пластового давления, определение проницаемости разломов, расчет образования трещин ГРП. Существуют как российские, так и зарубежные пакеты геомеханического моделирования. Вот геомеханический симулятор Visage Шлемберже позволяет рассчитать полный тензор напряженно-деформированного состояния залежа методом конечных элементов. ПО геомеханика позволяет прогнозировать поведение скважины до, во время и после бурения. Геотензор. Продукт предназначен для комплексного моделирования механического поведения месторождения в трехмерном пространстве. Расчет тензоров напряжения и деформатор происходит на основе методов конечных элементов. Кроме того, геотензор включает функционал для создания и обработки 3D-моделей физических свойств горных пород с помощью детерминированных стахастических методов. Геотензор содержит набор инструментов, позволяющих инженеру использовать построенную 3D-механическую модель при планировании и сопровождении разработки месторождения. Анализ стабильности ствола скважины, оценка критического перепада во избежание выноса песка, анализ стабильности разломов, подготовки данных для симуляции ГРП и другие. Ну и зарубежных продуктов можно также назвать визаж компании Шлюмберже, а кроме этого Ансис – такая универсальная программная система конечноэлементного анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет. Она является довольно популярным специалистом в сфере автоматических инженерных расчетов, решения линейных и нелинейных стационарных и нестационарных пространственных задач механики, деформирования твердого тела и механики конструкции. Но, соответственно, применяется не только в нефтянке, а во многих отраслях. Каротаж от слова «коротая морковь» – это комплекс методов, основанных на измерении физических полей в буровых скважинах с целью изучения горных пород, вскрытых скважиной и расположенных вблизи нее. Скважину спускают на лебедки прибор, оборудованный датчиками, прибор соединен с регистрирующей аппаратурой кабелем. При измерении в горизонтальных скважинах скважинный прибор крепится на бурильных трубах и перемещается вдоль скважины с их помощью. Часть методов каротажа записывается в открытом стволе, часть – в обсаженном. В результате мы получаем кривые изменения по глубине свойств пород, сопротивления, плотности, радиоактивности, температуры. Это позволяет интерпретировать их совместно и получать на основе вместе с использованием керновых данных расчетные значения пористости, проницаемости, нефтелегазонасыщенности пород. Глубинность каротажа небольшая, в среднем около метра. В удачных случаях – 2-4 метра. Существует большое количество программ интерпретации каротажа в открытом и закрытом стволе. Зарубежных можно назвать Техлок, Шлимберже, Зароссийский – Прайм, Геотек. Обязательным условием хорошей настройки программы интерпретации каротажа кривых ГИС является достаточное количество представительного керна. Но вот важной особенностью пакета ИЛАН является определение нейрологической модели породы и ее свойств, удовлетворяющие одновременно всем измеренным петрофейским параметрам ГИС. Другим условием хорошей настройки программы интерпретации является достаточное количество качественно проведенных испытаний пластов скважина. Геологическое моделирование – это распределение свойств в межскважином пространстве, то есть заполнение значениями пористости, проницаемости, водонасыщенности ячейк созданного структурного каркаса модели. Основное применение геологического моделирования – это основа для гидродинамического моделирования, планирование скважин и геонавигация, подсчет запасов углеводородов, оценка неопределенностей и рисков. Методы моделирования делятся на крупно-стахастические и детерминистские, те и другие имеют несколько алгоритмов использования. Детерминистские – это те, для которых при одних и тех же настройках получается один и тот же результат. Стохастические методы позволяют получать при одних и тех же настройках разную равновероятность случайной реализации. Российские пакеты занимают небольшую долю на рынке, так как стали создаваться в последние годы. Это такие пакеты, как RNG Asim, пакеты сервисных компаний, Т-Навигатор от Rockflow Dynamics, ProJet от компании Geoplat. Наиболее распространенные же рубежные пакеты Petrel от Schlumberger и RMS от Roxar Emerson. Для оценки функциональности пакетов используются сейчас матрицы ГКЗ. Это такая таблица, разработанная корректием экспертов под руководством ГКЗ, в которой зафиксированы требования к набору функциональных модулей пакетов и их возможностям. В области построения геологической модели законодателем МОД являются зарубежные программные пакеты пока. Однако в области контроля качества модели ситуация обратна. Разработаны отечественные программные продукты, которые автоматизируют процесс статистического анализа геологической модели, скважинных данных, вылов ошибок, обеспечения в короткие сроки эксперта-геолога необходимой информации для принятия решения о качестве созданной геологической модели. Вот в качестве примера можно провести программные пакеты Дельта, производство Тинга, также ПАУА, НКРОС, нефть. Гидродинамическая модель. Она представляет собой приближенное описание фильтрационного поведения изучаемого объекта с помощью математики. Процесс такого моделирования можно условно подразделить на четыре взаимосвязных этапа. Формулирование математических терминов в законах, описывающих поведение объекта. Решение прямой задачи, то есть получение путем исследования модели выходных данных для дальнейшего сопоставления с результатами наблюдений за объектом моделирования. Адаптация модели по результатам наблюдения с решением обратных задач. И анализ модели и ее модернизация по мере накопления новой информации об изучаемом объекте, постепенный переход к новой, более совершенной модели. Основными элементами пакета программ для моделирования полоста является предпроцессор, постпроцессор и собственно моделирование фильтрации. На стадии предпроцессора осуществляются ввод данных о строении свойств полоста и жидкостей, в том числе построение оцифровки разностной сетки, задание скважин, обработка баз данных с информацией о работе скважин, соединение и согласование информации из разных источников. Постпроцессор осуществляет построение различных карт, графиков, таблиц, анимации результатов моделирования фильтрационных процессов. Развитый пакет программ включает в себя несколько моделей фильтрации, которые можно использовать по выбору в зависимости от объекта и процесса. Это модели двух- и трехфазной фильтрации, не смешивающейся жидкостей, модели нелетучей нефти, модель многокомпонентной фильтрации, композиционная модель, модель неизотермической фильтрации, модель физико-химических свойств взаимодействия на пласт, например, полимерного заводнения, закачки углекислоты и другое, ну и модели фильтрации в среде так называемой двойной пористи, то есть давной проницаемости для моделирования процессов трещин на порох коллекторах. Зарубежные пакеты гидродинамического моделирования Eclipse, Schlumberger, Tempest, Roxara Emerson, VIP, Nexus, Landmark, Hallibarton, CMG, российские пакеты T-Navigator, Rockflow Dynamics, RN-Kimros, нефтевые. Развитием гидродинамического моделирования является многовариантное моделирование. Оптимизаторы множественных реализаций представляют собой пошаговые изменения в рабочем процессе моделирования пластов. Это позволяет не только моделировать месторождение, но и оптимизировать его для получения максимальных показателей подобычи, например, варьируя закачку и отбор или расстановку фонда скважин. А дальнейшее развитие моделирования это уже интегрированные моделирования. Интегрированные моделирования это симуляция сети скважин и трубопроводов, а также обмен данными с гидрономическими моделями для поиска оптимальных режимов работы скважин и оборудования. Тут решаются задачи формирования технологического режима работы скважин, проведение прогнозных расчетов и мониторинг, оптимизация разработки, контроль гидратообразования профиноотложений, расчет технических показателей работы скважин, трубопроводов, подбор поверхностного оборудования. Создание интегрированной модели формата пласта скважина в сеть сбора заключается в обменении ранее созданных отдельных математических моделей, в которых заложены разные методы описания течения флюида, разного уравнения, способа решения. Но используются такие пакеты, как Мэтта, Ольга. Теперь о базах данных. Промысловые базы данных позволяют накапливать и анализировать информацию по работе скважины пласта в целом. То есть это наблюдение и анализ производительности с помощью продвинутых режимов отображения, прогноз добычи с помощью разнообразных теоретических кривых и кривых падения добычи, наблюдение и выявление и анализ данных пласта и данных по добыче с помощью инструментов, которые включают интегрированные базовые карты с трендом по добыче, круговые диаграммы, диагностические графики. Ну и использование библиотек с шаблонами операций для проведения анализа по операциям от добычи до заводнения. Популярные базы данных ОФМ Шлемберже, Резвью, Раксар. Графические и аналитические инструменты позволяют выполнять задачи мониторинга разработки, анализа фонда, выявление неучтенных ГТМ, определение источников обводнения, прогноз показателей разработки и коэффициента извлечения нефти с помощью характеристик вытеснения. Расчет интегральных параметров, в том числе компенсации по блокам разработки, строение кругов продуктивности, расчет зон дренирования и т.д. Рассмотрим, например, отечественный пакет Rankin. Пакет может следующий. Проектировать систему разработки, производить оценку запасов по стандартным классификациям и анализировать их выработку, оперативно контролировать и анализировать процесс разработки месторождений. Все данные о разработке организованы в единую базу и хранятся в одном месте. Пакет способен выполнять обознавание дизайн геолого-технических мероприятий, вставлять оптимальную программу исследований, снижать капитальные затраты при формировании решений по наземному обустройству. Следует упомянуть о базах данных и базах знаний по месторождениям углеводородов, которые позволяют подобрать резервуар-аналог, в том числе и карбонатный, а затем использовать его характеристики для создания моделей изучаемого резервуара. Например, ERGO. Разработка подразделения Робертсон компания CGG, которая является интерактивной базой данных резервуаров-аналога, классических карбонатных трещин и базы знаний геологической информации. В базе ERGO при поиске резервуара-аналога можно задать ключевые характеристики чаемого резервуара, отфильтровать информацию так, чтобы выбрать наиболее подходящее месторождение. Digital Analog Knowledge System DAX, компания CNC Reserves Wars, это реализационная база, которая объединяет более тысячи нефтяных и газовых месторождений. Объект в базе описывается по более чем 100 параметрам, перечень которых продиктована требованиями СПЕ и СЕК к подбору аналогов. Базы знаний бывают технологические, такие как по работе в данном конкретном пакете и экспертные. База данных ГУРУ компания Schlumberger направлена на приобретение практических знаний о работе с ПО Петроэлл непосредственно во время его использования, создание библиотеки знаний на основе на работах специалистов компании. Возможности ГУРУ достаточно разнообразны. Контекстный поиск информации из интерфейса Петроэлл, методические рекомендации по разным дисциплинам, краткие видеоуроки, редактор для создания своих решений, создание воркфлоу, доступ к информации на сетевом ресурсе, управление правами пользователей. А вот база знаний I know была сделана так, чтобы она связала информационные ресурсы компании, которые пользовались с техническими специалистами. Стала такой удобной единой точкой доступа необходимой технической информации. Функционал основывался на поддержке трех основных направлений. Это программы новых технологий, программы улучшения и программы развития организационного потенциала через взаимодействие в профессиональном сообществе. В каждом сообществе имелся свой спонсор, лидер, модератор с определенными ролями, а также эксперты в соответствующих областях. Ну и участники, естественно. В заключение приведем пример пакета экономических расчетов. Мирак ПИП – программный продукт для оценки экономической эффективности как отдельных проектов, так и комплексных программ инвестиционных портфелей, которые обеспечивают удобную работу с проектами. На основе исходных данных пользователи могут проводить расчет денежных потоков ключевых показателей эффективности, формировать отчетности, анализировать результаты, использовать при принятии инвестиционных решений. Безусловно, поскольку спектр программного обеспечения слишком велик, многие программы мы с вами не рассмотрели. Ну, в частности, программы, связанные с инфраструктурой месторождений. Например, программы расчета трубопроводов, как самих труб, так и опор под них. На слайде расчет устойчивости под нагрузкой свайных фундаментов в программе свая САПРПРО, разработанной специалистами Роснефть-НТЦ. Длина и сечение свая определяется после выполнения расчетов, требуемых согласно действующих нормативах, чистующих все нагрузки. Пакет позволяет выполнить 9 типов расчет, подобрать длину сваи. Другой пример расчет расцепления многомерзлотных грунтов при строительстве оснований сооружений на северных территориях. Вычислительная процедура позволяет выбрать оптимальный вариант строительства кустовой площадки. Существуют также многочисленные программы обсчитывающие работу скважины и наземного оборудования. Например, РН-Вектор симулятор гибких насосно-компрессно-ровных труб. В нем выполняется расчет нагрузок на НКТ, критерии в потере устойчивости гибкой трубы, учет влияния гидравлики на напряженное состояние трубы, условия формирования критического напряженного состояния трубы, расчет многофазной гидравлики и усталости износа металла трубы. На этом завершим с вами обзор программы. Субтитры создавал DimaTorzok